Ребят! Всем снова огромный привет! Да, я что-то все как-никак не успокоюсь, канал все никак не заброшу. Все, продолжаю, продолжаю снимать. А самое главное, даже сейчас продолжаю покупать тачки, которые у меня сейчас в багажнике. Максимус Новосибирска, огромнейший респект! Спасибо большое! Уступил, продал, отдал. И теперь у нас с вами... Все видно, какая интрига. Здесь же даже интриги никакой не надо. Все правильно. 6S, Кратен, последняя версия. Красненький, красавчик. Можно гонять, башить и кататься. Как раз к Бурунко в коллекцию, чтобы стояли рядышком и улыбались. Ребята, я купил себе Кратен 6S. Сегодня мы катаем на 4S и на 6S. И пока погода позволила порадоваться, насладиться скоростью, мы давайте с вами замерим максималку. О, ребят, простите, ну что это такое? Это что, 4S? Да ладно. Кефель, ты что меня пугаешь? Давайте. Ну, походу, моим аккумулятором просто пришел Кирдыкс. Раз. Не, на 4S это прям очень мало. Так, прям очень мало. Стоп. 34 километра в час. Что-то не то. Аккумчики 4S 100%. Ну, точнее, было 2 по 2S. Один, наверное, умер. Вздулся стопудово. Я даже понимаю, какой. Ладно, извиняюсь. Но, я надеюсь, 6S сейчас покажут. Я напоминаю, 70 с копейкой. То есть за 80 мы не вышли на Ауткасте, EXB. И вот в этом как раз и есть проблема и непонятки. Кстати, подождите. А здесь же есть у нас записи. Подождите. Записи, рекорд. Да, 72 километра в час. Посмотрите, пожалуйста. Это последняя заметка. Предпоследняя, точнее, скорость. Это точно было на EXB. 72 и 49. То есть даже полтинника не было. И здесь еле-еле живой аккумулятор. Возможно, даже один. И сразу показывают 34. Поэтому это не сравнение. Теперь давайте сравнивать на 6S. Я очень надеюсь, что крот EXB-шного Ауткаста просто разорвет по скорости. Надеюсь. А, подождите. Так, а давайте вот это вообще сейчас сделаем совершенно другое. Ну, классно, да? Все вот эти вот крутые там. А 6S сколько ехал? 79 километров в час. Я нашел, кстати, прикольное приложение, которое можно, да? 79 на 6 банках. Валил траксос слэдж. Вот. Давайте. Порвет? Нет. Ваши ставки, господи. Мы все перестали ехать. Все происходит. Это нормальные аккумуляторы. Ребята, это вообще... Все к чему? Что происходит? Ребята, прям при вас. Я вообще, если честно, не понимаю, что происходит. Ну, я захожу в настройки. 50 на 6 банках. Почти уже готов был убить арму. И смотрите. Здесь есть 75, 50 и 100. Это гад. Сейчас вы скажете, после того, что Игорь... Так вот, в чем проблема. Почему тогда аут не ехал? Нет. Я тогда специально останавливался, проверял. Думал, почему же все-таки EXB этот аут не едет? И там было выкручено все на максимальное. А теперь вы готовы? Да, давайте я ставлю прям при вас. Старт. И мы погнали. 50 это было на 50. Берегитесь. Ауткаст. Вот она. И вот она скорость. Армавдели. Сейчас я отойду, но сумею. Омбалдеть. Мне кажется, максималка была. Еще раз. Я очень надеюсь, что мы уехали за 80. Омбалдеть. Я... Обалденный автомобиль. Не подделка. Стоп. Давай, 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 давай. Раздави. 75. Ну, раздавил. Но до траксуса придется менять все-таки пиньон. Чуть-чуть. 4 километра в час не хватило, чтобы разорвать, разорвать траксуса. Но очень похоже, да. То есть, очень похоже скорости. Очень похоже. Но 4 километра в час нету. Слушайте, на самом деле, мне кажется, со старой Армавской... А, смотрите. Вот там меньше металла. В старой, которая была электроника. Поэтому, как бы, это едет чуть-чуть. Чуть-чуть медленнее. То есть, 80 не выжимает. Возможно, это аккумы. Так же говорю. Может быть, на каком-то там 6С крутом порвет всех и все. Посмотрел слэдж. На 4. На 4 банках валит 53. Ух. Интересно. Она вот тут сразу даже на 4С становится веселой. Веселый и, кстати, веселее, чем на 6 банках на 50. Ребят, все при вас. Стоп. Настройки. Бам! 50. Ну, то есть, реально, давайте честно скажем, стал меньше в базе, в стоке тачка едет медленнее, чем слэдж. Это надо признать. Это электрика. Возможно, тут конфигурация. Возможно, масса. Потому что предыдущей раньше не было столько металлов. Не было деки. Не было... Ну, много чего не было. И по-другому все было. Электроника была другая. И тачка, реально, мне кажется, ехала быстрее. Но, давайте теперь рассудить. 50 км в час в стоке. На средненьких, довольно-таки, аккумах. Это нормально. Это вообще нормально. То есть, тот, кто хочет покататься, ну, как бы это. А вот как раз на 6 С, 70-80 км в час, как раз это не убить тачку. И там уже дальше, что вы сами захотите. Потому что кто-то, может быть, захочет себе максималку. И для этого есть арма сразу же. В базе предоставляет что? Пиньончики свои. Все, пожалуйста, меняйте, катайтесь, радуйтесь, наслаждайтесь. Все, у нас уже холода наступили. Поэтому машина подсказывает. Нужно перестать болтать за рулем под камеру. И ехать на работу. А, подождите. На работу. Для вас это будет продолжение теста. И, как всегда, под Новый год, да. Ну, в общем, с наступающим вас. Я думаю, что, наверное, да. С наступающим это видео будет прям под елочку в четверг. Я, точнее, даже не знаю, когда там елочка в этом году. Ну, да ладно. В общем, короче, я назвал это видео прям самая крутая топовая арма. Топ РС, лучший РС Карс. В общем, короче, самый крутой, самый классный. И все правильно. Лучше нет в масштабе. Вот всем рассказываю. Ребят, вы зачем вот думаете, пытаетесь что-то спрашивать, где купить, где купить? Господи, да вы видите, на Алиэкспрессе можно взять себе кратона. Ну, там 40-50 тысяч рублей. Никакие сейчас пошины платить не надо. Тачка придет сразу же вам на почту. Заберете, будете кайфовать, радоваться и наслаждаться автомобилем. Не нужно ничего нигде искать у барыг, перекупов и так далее. Я продавал ее там около 40. По парковке сделал туда-сюда, туда-сюда. Ну вот вы видели. Все. Зачем что-то там делать, куда-то там что-то, где-то там искать, перепокупать, продавать. На Алиэкспрессе продаются армы. Возьмите там. У вас куча денег, а вы хотите просто так какому-то там перекупу, который якобы, извините за выражение, хочет развивать это хобби за 50 тысяч рублей в России продавать. Ну, дело ваше. Плюс еще 100%, наверное, даже авито доставка будет стоить 2000 рублей. Вот вам лайфхак, сэкономили десятку. Пошли, заказали на Алиэкспресс. В основном, в зависимости от курса, стоят от 42, я видел самую дешевую, до 47. Все, пожалуйста, купили. Пятерку вы точно сэкономите, будете радовать, кайфовать. Да, нужно подождать. Но доставка, кстати, приходит. Вот мне даже Новосибирск приходило 2-3 недели, не больше. Ну да ладно. В общем, я хочу сказать, что это действительно самый крутой, самый классный автомобиль. Не только в масштабе 1,8. Если хотите, покупайте, и вам будет счастье. Арма, запчастей куча, разборок. Вон, каждый EXB себе понабрал, а потом в итоге. Вот, самый крутой EXB, Кратен, вообще топ, пушка. А потом его фиг вы кому продадите за такие бабки, за которые вы купили. И в итоге пытаетесь продать за 70 тысяч рублей якобы какую-то пушку. Да нифига это не пушка. Вон, сток взяли, радуйтесь и наслаждайтесь. А потом вы их продаете куда? На запчасти, думаете, сейчас вы там поназакупаетесь. И к чему я подвожу? К тому, что нет, эту тачку я катать не стал. Потому что Арма вообще перестала меня удивлять. Это я объясню. То есть это не из-за того, что тачка плохая. Это именно из-за того, что я уже накатался. Особенно на Армах. Я уже знаю, понимаю. И знаю, что ничего нового не привнесет. Плюс морозы. Я поэтому ее продал. Так и не смог я на ней выехать. Погонять по башей, трек и так далее. Сейчас вообще в огромнейших раздумьях, что делать дальше. Видео есть. Они записаны. Записаны с огромнейшим энтузиазмом. Думайте отписываться. Канал будет жить по-максимальному. Если вдруг я прям закончу снимать видео. Ребят, вы знаете меня. Я вам честно скажу. Я прям действительно запишу итоговое видео. И скажу, ребят, пока временно не снимаю. Но пока очень рано. Там много еще прикольных видосиков. Вы увидите. Еще раз говорю с наступающим. Если вы ищите самую крутую. Давайте подведем итог. Самую итоговую крутую тачку, которую вы хотите. Не хотите что-то унифицированное. Монстр, трага. Что-то вы ищите. Вы ищите либо какого-то шарта взять. Ну вот вы что-то думаете. Вы не знаете. Побаиваетесь. Вон за 40 тысяч купили себе. 45. Арму 1.8. Кратан. И прям наслаждайтесь. Я вам прям честно советую. Будет вам класс. Ничего другого вам просто брать не надо. Где купить? Я вам сказал. Все сказал. Видео будет продолжаться. Объясняю. Пришлось понапродать. Вообще все. Я остался. Сейчас вот буквально. Вы видите там. Видео снимаю. Середина декабря. Ноль тачек. Вообще нету ничего на радиоуправлении. Кроме квадрика. Кстати, квадрика. Надо полетать. И у ребенка есть пару ремохобби. Которые ломаются. Бам. И я вот сейчас думаю. Что такое взять. Думаю, может, велтойса взять. Начать покатать. Ну, потому что как бы на это хобби. Даже сейчас просто свободных там денег. Реально не хочется тратить. Хочется как-то начать с нуля. И вот думаю сейчас начать. Как и все. С велтойса. До 10 тысяч рублей. Потому что на уремка. Это невозможно не катать. Вся попереломалась. Вся поразвалилась. Видео вы видели. Поэтому всем спасибо. Продолжаем смотреть. Удачи. И с наступающим вас. С Новым годом. Дай бог, чтобы этот год был вообще топовый. Крутой. 23-й мы тебя ждем. Пока-пока.